На Черноморский саммит 2018, который стартовал в Одессе, в этом году приехали политики из 15 стран. Что они обсуждали и кто открыл этот форум, узнаем от Юлии Жешко. Бывший президент Франции Николя Сарказих в Одессе. Именно здесь проходит седьмой Черноморский саммит при участии украинских и международных политиков. Приехали делегаты из 14 европейских стран, в том числе представители британского парламента. Но главный гость форума – экс-президент Франции. Он и открыл мероприятие. Я считаю, что присутствие таких авторитетных политиков в Одесском регионе, в нашей стране, очень важно не только для Одесской области, но и для Украины в целом. Адекватное мнение о том, что происходит внутри нашей страны. Цель международного саммита – поделиться опытом, как более интенсивно развивать экономическое сотрудничество между странами и наладить эффективную коммуникацию. Европейские политики уверены, в Украине и, в частности, Одесскому региону необходимо привлекать инвесторов. Обсуждали самые разные темы. Темы, связанные с укреплением сотрудничества между странами, которые имеют общие границы. Потому что многие представители европейских элит придерживаются той позиции, что необходимо отбрасывать всякие обиды, всякие недовольства в сторону и исходить из прагматических интересов. Даже учитывая конфликт на востоке страны, Украина должна использовать весь свой транзитный логистический потенциал. Сейчас он практически заморожен. И с этим согласны все присутствующие. Черноморский регион всегда был полем геополитических баталий очень многих стран. И, несмотря на это, Украина должна занимать свою собственную позицию, иметь и быть мостом. Это та главная мысль, которую пытался донести господин Саркозий, с которой мы абсолютно согласны. Саммит под эгидой Ассамблеи европейских регионов проходит при поддержке международных партнеров. Его организатором выступил Одесский облсовет и благотворительный фонд «За Одессу». В этом году в Black Sea Summit решили посвятить проблеме коммуникаций между странами. Николай Саркозий символично посадил дерево на аллее дружбы в центре Одессы. Подобные мероприятия созданы не только для политиков, говорит народный депутат Николай Скорик. Это путь к развитию украинского общества в целом. Мнение, видение нашей страны со стороны авторитетных европейских политиков, перспективы Украины, текущая ситуация в Украине, я считаю, очень важна, очень нужна для Украины, очень будет полезна и для украинского политика, и для украинской общественности в целом. Сегодня решили ввести традицию. На каждом следующем саммите на украинско-французской аллее дружбы высаживать новые деревья. И Юлия Жешко, подробности, телеканал Интер.